Анастасия Тихонова Лифт на время ремонта отключили специалисты. Его установили всего полтора месяца назад. Но, как выяснилось, с первого дня он работал с перебоями. Приезжал не на тот этаж или застревал. Иногда даже с людьми. Жильцам приходилось каждый день по нескольку раз вызывать лифтеров. Люди возмущены. Такой новогодний подарок им не нужен. Пустили его в эксплуатацию. И он с этого момента каждый день ремонтируется. Каждый день вызываем и каждый день ремонтируют этот лифт. 11 числа выписано из больницы. В 12 часов попадаю сюда. Лифт не работает. После того, как мне пришлось подняться на восьмой этаж, мне надо было снова вызывать скорую помощь. Дом номер 4 по улице Соколова-Соколенка попал в программу фонда капитального ремонта. Новый лифт здесь должны были установить еще в августе. Подрядчика выбрали быстро, но работы затянулись на три месяца. Запустили новый лифт лишь 13 ноября. Людмила Савицкая живет на девятом этаже. Пенсионерка недавно перенесла серьезную операцию. По ее словам, дорога от аптеки до квартиры дается ей с трудом. Здесь моему, конечно, терпению уже конец пришел. Потому что, можете представить, вся эта осень продлилась, которую мы носили. И, как видите, тоже уже не молодые. Чтобы ходить девятый этаж с сумками. И не один раз приходилось спускаться вниз. Поэтому это очень нелегко. В управкомпании объяснили, что лифт отключили из-за того, что подрядчик не только нарушил срок его установки. Вся работа была проведена некачественно. Сейчас, когда уже в работу лифты были переданы, начали выявляться скрытые какие-то дефекты, которые невозможно было увидеть при приемке лифтов. А сейчас они начинают проявляться. Официальное письмо с перечнем всех выявленных дефектов управкомпании направила в фонд капитального ремонта. Его специалисты должны связаться с подрядчиком, чтобы тот как можно быстрее исправил недочеты и запустил лифт. Илья Лопушенко, Игорь Липский, Дмитрий Монапов, Губерния, 33.